Грех прознословия Это привычка, которая свойственна очень многим людям, я думаю, что и мы с вами ее не всегда можем избежать, когда мы говорим о том, что или не полезно нам, или напрямую вредно. Наверное, самый яркий пример этого греха – это осуждение окружающих нас людей. Мы очень часто и с большой легкостью, с желанием начинаем осуждать тех, кто нас окружает, благо мы все время от времени даем друг другу повод для этого осуждения. Но надо знать, что ни нам самим, ни тем, о ком мы говорим, кого мы осуждаем, никакой пользы это не приносит. И в результате получается, в самом прямом смысле слова, прознословие, то есть праздные разговоры, ни к чему не приводящие, никакой пользы не приносящие. Прознословие не только бесполезно, но еще очень вредно для каждого из нас, потому что мы, осуждая окружающих нас людей, или просто болтая без смысла и без цели, вот если выразиться таким совершенно простым языком, как бы выстужаем наше сердце и нашу душу. Святые отцы, когда говорили о прознословии, часто употребляли вот это понятие, потому что, ну, это как дом с открытыми окнами и дверями в мороз, там не может жить ничего доброго. Поэтому и в сердце человека, который постоянно занимается прознословием, образуется со временем вот такая вот пустота, которая не дает вселиться ему, в это сердце, ничему хорошему, ничему доброму. А кроме того, человек постепенно привыкает видеть во всем и во всех, только плохое. Плохого действительно много в нашей жизни, но хорошего все-таки больше. Человек прознословящий об этом забывает. Владыка, а грешит ли человек, который говорит о добре, любви, милосердии и прочих добродетелях? Вы знаете, если человек, который говорит об этом, сам пальцем не двигает к тому, чтобы приобрести эти добродетели, то, наверное, и грешит. Хотя, конечно, говорить о добре, милосердии, любви гораздо лучше, чем говорить о чужих грехах или просто о каких-то совершенно пустых вещах, не дающих никакой пище уму и душе. Владыка, а вообще, может ли православный человек быть общительным? Не грешно ли это? Нет, ни в коем случае. И может, и должен, потому что в общении с людьми мы воспитываем сами себя, воспитываем свои чувства. Мы открываемся. Мы, в конце концов, общаясь с другими людьми, можем говорить о самом главном, о Боге. И это то, о чем нужно помнить всегда. Владыка, тема сегодняшнего разговора, судя по всему, очень живо волнует наших телезрителей. И нам пришло множество вопросов. С вашего позволения я их зачитаю. Пишет нам Алла. Одна моя знакомая почти в каждом разговоре со мной жалуется на своих близких и сослуживцев. Сочувствовать? Значит, поддерживать ее в осуждении. Говорить, что нужно любить и прощать. Получается, я указываю ей на грехи. Начинаю избегать общения с ней. Посоветуйте, пожалуйста, как поступить? На самом деле, выражать сочувствие, может быть, надо не самому факту осуждения. Когда человек слышит о каком-то плохие вещи и поддакивает. Да, да, действительно. Это не то сочувствие, которое должно быть. А вот сочувствие такому состоянию человеческой души, которое видит только плохое, или которое подавлено тем плохим, что объективно встречается в нашей жизни. Вот сочувствие в этом плане, конечно, очень нужно и, я думаю, полезно. И, конечно же, утешать человека надо. Во-первых, знаете, так бывает, что человек, будучи как бы погребен под такими негативными впечатлениями, эмоциями, приходит к мысли, что вокруг все ужасно плохо и ничего хорошего, даже луча света в этом темном царстве не существует. Это, конечно, не так. И человека надо постараться в этом переубедить. Вот. В том числе и, наверное, обязательно пытаясь показать добрые какие-то примеры, в том числе примеры добрых чувств в окружающих людях, в тех людях, которых, может быть, этот человек видит только плохое. Нужно обязательно попытаться воспитать или как бы пробудить в человеке такое христианское отношение к чужим недостаткам и вообще ко всему плохому, что встречает нас в этой жизни. Во-первых, если человек нехристиан, нужно постараться, чтобы он им стал. И вот эти вот добрые, правильные христианские чувства нужно обязательно в человеке пробудить. Ну и, наверное, первое из таких чувств – это снисходительность и жалость к окружающим людям. Человек, который все время осуждает, он ведь очень требовательный к окружающим и достаточно жесток по отношению к ним. Чаще всего так именно и бывает. А христианское отношение – это прежде всего жалость и сострадание. Когда в человеке есть сострадание и есть жалость, то он более спокойно относится к недостаткам окружающих людей. Это как у Достоевского «простите, значит понять». И опять же, какой мерой меряйте, такое вам отмерено будет. Совершенно верно. Поэтому, конечно, главное, откуда можно научиться отношению людей между собой, это, конечно, Евангелие. Вот почему я сказал, что очень важно человеку стать христианином, для того, чтобы разбираться в том, что происходит вокруг него. Спасибо, Владыка. Следующий вопрос задает Алексей. Является ли осуждением разговор двух о третьем лице, если говорится объективно, то есть правда о его негативных поступках, просто констатируется факт? Для чистоты эксперимента нужно, чтобы был бы рядом третий, вот тот самый человек, о котором говорили. Тогда это совершенно будет абсолютно безгрешно и действительно по-евангельски. Да, будет ваше слово «да-да» или «нет-нет». Все, что сверх того, то от лукавого. Вот, наверное, так я бы ответил на этот вопрос. Вы знаете, практически невозможно человеку удержаться в рамках объективности вот в такой ситуации, которая описывается в этом вопросе. Всегда начинаются какие-то оценки, всегда начинаются сравнения. И самое первое сравнение, которое приходит в голову человеку, это с самим собой. И следующая мысль, вторая мысль после этого сравнения, это то, что все-таки я вот получше немножко, да. И тут уже недалеко до известного евангельского персонажа, с его словами «не есть мяко же прочие человечества». Я не такой, как другие люди, да. И поэтому объективность, тем более бесстрастность, здесь практически никогда недостижима. Вообще лучше никого не осуждать, лучше никого не оценивать, если только тебе это не заповедует, если это не является твоей функцией, да. Если ты, скажем, начальствующий, да, конечно, если вот твой подчиненный никуда не годится с точки зрения профессиональной, то ты не можешь закрывать на это глаза и делать вид, что все в порядке. Тогда ты уже грешишь больше, чем этот человек. Вот. А во всех остальных случаях, я думаю, надо как-то очень так мягко, спокойно относиться к этому. Спасибо, Владыка. Следующий вопрос задает Лидия. Уважаемый Владыка, как отучить мужа ругаться матом? Мне кажется, он не совсем понимает отрицательную сторону или даже пагубность такой речи. Вы знаете, очень сложный вопрос. Я, честно говоря, с трудом себе представляю, как это можно сделать. Наверное, успешность... Ну, прежде всего, нужно постоянно напоминать о том, что это нетерпимо. Нужно постоянно говорить о том, что это плохо, что матом выражаться, особенно при женщинах, при детях, ни в коем случае нельзя. Да и без них тоже лучше не стоит. Насколько это будет действенно, я не знаю. Скорее всего, зависит от взаимоотношений в семье. Если муж любит жену, он постарается сделать так, чтобы услышать ее просьбу. Если он ее просьбу не слышит, ну, значит, такие вот отношения в семье, при которых вот эта просьба остается в туне. Конечно же, это привычка современная очень многих людей, причем самых разных, а не только простых, как раньше это было, но и достаточно высокопоставленных, в том числе достаточно интеллигентных. Разговаривать на этом языке, я даже не стал бы выражаться, разговаривать на этом языке, она, к сожалению, сегодня распространяется все шире и шире, и ничего кроме негативных последствий не может иметь. Вот. Наверное, вопрос в том, что общий уровень культуры нашего народа как-то резко снизился за последние десятилетия и продолжает снижаться. Это очень плохо. Ведь дело в том, что само по себе вот это явление, оно, его невозможно рассматривать, изолировано от общего контекста состояния нашего общества. Это некое такое проявление, очень характерное, но все же проявление общего удручающего состояния нравственности и культуры в обществе. Владыка, Мария пишет нам. Здравствуйте, помогите понять значение слов. Гневаясь, не согрешайте. Спасибо. Ну вот, наверное, это связано с таким и светотеческим пониманием того гнева, который допустим для человека. Гневаясь на грех, гневаться на какое-то беззаконие, оно при этом не согрешать, не в свое сердце не впускать, собственно говоря, гнев и его последствия, а также ни в коем случае не распространять этот гнев на кого-либо из людей. А это возможно? Я думаю, что при каком-то таком достаточно долгом опыте внутренней и внимательной жизни, да, возможно. Владыка, нам пишет Антон. Объясните, что значит слова из послания первого к Оринфинам. Жены ваши в церквах домолчат. Это нужно понимать в прямом смысле слова? Имеется в виду проповедь и научение. Никогда в древности, ну вообще в собрании каком-то женщина не имела голоса, вот, а в церковном собрании женщина не имеет права учить вере, богословствовать, каким-то образом возвышать свой голос в церковном собрании. Это древняя практика, она и сохранилась до сих пор. Но это не значит, что женщина, скажем, не может читать или петь на клиросе. Вот, это, к этому это не имеет отношения. Но пусть жены не подходят, другие ему не говорят, не так стоишь, не так одет. Ну, это тоже, это, ну, об этом апостол не догадывался, что это будет, что так будет со временем. Но я думаю, что слова его можно распространить и здесь. Хотя, конечно, иногда нужно сделать замечание, потому что, ну, слишком много людей, которые приходят в церковь и могут позволить себе совершенно какие-то чудовищные вещи. Поэтому у меня сложное отношение к тем женщинам, которые делали или делают замечания в церкви. Я знаю, каким благородным негодованием последние годы полны все наши средства массовой информации церковные и не церковные в этих женщинах и страшных бабках, и, как один человек сказал, православных ведьмах и так далее, и тому подобное. Ну, вот, у меня несколько иное отношение. Я считаю, что все равно в церкви должны быть люди, которые мягко, не грубо, но с любовью, но все равно показывают человеку, впервые зашедшему в храм, как в нем можно и нужно себя вести. Потому что, да, очень плохо, когда мы обижаем человека, пришедшего в храм, и он в результате уходит и дает себе слово больше никогда не переступать этот порог. Но ничуть не лучше, когда вот такой вновь зашедший человек начинает своим поведением, своим отношением обижать тех людей, которые уже есть в храме. Они тоже люди, и они тоже заслуживают доброго к себе отношения. Поэтому вопрос этот сложнее, чем кажется на первый взгляд. Владыка пишет нам Светлана. Спаситель сказал, что потребует ответа за каждое праздное слово, но ведь человеку свойственно забывать. В старости он уже многого не помнит. Как он будет давать ответ? Ну, это такое достаточно, может быть, образное выражение Евангелия. Конечно же, не в прямом смысле будет воспомянуто каждое слово праздное человека, но в любом случае за все наши праздные слова, мне кажется, тут надо иметь в виду еще больше не просто празднословие, а те вот какие-то наши пустые обещания, пустые обеты, которые мы иногда даем, да, вот за такие вещи, конечно, с человеком будет спрошено, потому что человек что-то говорил и не сделал, обещал и не выполнил. Об этом и сказано в Священном Писании. Тем самым, как бы, человек предупреждается о том, какое внимание он должен уделять тому, что он говорит, тому, что он обещает, тому, что исходит из его уст. Владыка, благодарю вас, от лица телезрителей, за подробные ответы на их вопросы и напоминаю, свои вопросы митрополиту Саратовскому и Вольскому Лонгину вы можете присылать на адрес, который видите на ваших экранах. До свидания, ангелы вам, хранители!